Остановите землю, кружится голова. Причем настолько, что объективно воспринимать слова некоторых персонажей уже ну просто не удается. На этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно. Да-да-да-да, вы не ослышались, вернулись обратно. Но обо всем по порядку. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, Володин, утро, 14 февраля. И вдруг такая новость. Большинство россиян, покинувших Россию, неожиданно вернулись и продолжили работать на тех же предприятиях, на которых трудились раньше. Мне бы очень хотелось уточнить, какой период председатель Думы имеет в виду, но возможности такой мне не предоставилось, а потому приходится рассуждать, исходя из цитат. Ну, во-первых, Володин считает, что ни от какой мобилизации россияне не бежали, а уехать за границу их вынудили с санкцией, а точнее вынос предприятия за пределы Российской Федерации. Это сейчас была цитата. Во-вторых, со слов спикера, который передали ему бывшие беглые россияне, за границей их начинали вербовать, заставлять, убеждать, что они против страны. Это тоже была цитата. Ну и типа такого натиска патриоты не выдержали, и их вдруг резко потянуло на родину, причем сразу всех, кто составил вернувшиеся 60%. Ну и с помощью логического мышления, а также знакомых слов типа санкции и убеждения против страны, приходим к выводу, что речь идет о настоящем, то есть о времени, текущем с момента спецоперации. Вот только новость, это вызвало у меня кучу вопросов, причем самых простых. Кто и по каким критериям оценивал вернувшихся, ведь кто-то мог поехать в отпуск, кто-то подлечиться, а чья-то компания могла реально попасть под санкции и требовала срочного выезда за пределы страны. Получается, что все эти люди не должны и не могли были попасть в категорию предателей, а соответственно их участие в выборке будет заведомо ошибочным. Конечно, я допускаю, что часть россиян, оказавшихся в Казахстане, например, не будем говорить почему, могла принять решение вернуться в Россию, но где гарантия, что навсегда, а не за оставшимися 10 чемоданами. Ведь разговор-то ведется в рамках вернувшихся, даже если через час они вновь покинули Россию. И это не считая того, что неплохо было бы увидеть реальные цифры и статистики, а не те, которые рождаются исключительно в голове Володина. Но справедливости ради отмечу, что тот же Володин с широкого барского плеча пообещал всем вернувшимся и раскаившимся работу. Но, друзья, как я понимаю, акция невиданной щедрости не бессрочная и действует только до объявления возможной мобилизации. Успел вернуться? Нашел работу, о которой говорил Максим Иванов, почетную и высокооплачиваемую. Не вернулся до обозначенного времени? Сиди, предатель в Европе. Обратного уже не примем. Кстати, что-то подобное теперь ждет и беременных женщин. На этой неделе мужчина, именуемый себя депутатом и носящий фамилию Милонов, предложил лишать материнского капитала женщин, уехавших рожать за границу. Но оно и понятно. Ведь если верить нашей пропаганде, никто, кроме предателя, за пределами России родиться не может. А спонсировать неугодных Милонов не собирается. Была бы его воля на профпригодность и лояльность, он бы тестировал еще эмбрионы. И в случае чего вместо бирки о рождении привязывал бы к руке фразу «враг народа». Но я удивлена, что никто из коллег Милонову так и не пояснил, что, во-первых, женщина, уезжающая рожать ребенка в другую страну, вовсе не нарушает российского законодательства. А во-вторых, если она способна найти деньги на американскую клинику, то нужен ли ей мат-капитал вообще? Я тут погуглила, сколько стоят подобные роды, и меньше 20 тысяч долларов ничего не нашла. А это в переводе на рубли полтора миллиона. То есть вполне не фиговая такая сумма для покупки небольшой недвижимости. Например, такой как эта. Причем далеко не в глубинке, а всего лишь в трех километрах от аэропорта Шереметьево. Ни много ни мало, а прям такая мини-гостиница для дорогих московских гостей. Тут главное таксисту правильно назвать номер подъезда. Точнее, гаража. А то аэроэкспресс именно в этот коточный поселок пока не ходит. Но я отвлеклась, мы обсуждали детей с двойным гражданством. Так вот, что-то подсказывает мне, что и учиться такие норковые пеленки предпочтут исключительно в странах НАТО, а не в Сыктывкарском государственном университете. Поэтому искренне не понимаю, зачем Алсу, рожавшей в Лос-Анджелесе, подачка от государства. Зачем она и жене Абрамовича, да и Филиппу Киркорову, чьи дети родились от суррогатной матери в Майами. А еще за пределами родины разродились Кристина Арбакати, Жанна Фриске, Светлана Хоркина, Виктория Лопырева и многие другие. Причем, обратите внимание, ни одной женщины с именем Люся и профессией кассир в пятерочке. Он ли звезды, он ли миллионеры. Поэтому со своей инициативой депутат явно промахнулся. А так-то было бы здорово. Мат-капитал забрали, а долг родине в виде армии остался. Но Милонову до гения русской мысли еще далеко. А вот кто в этой области особенно отличился, так это Анна Долгарева. Честно признаюсь, до этой недели эта фамилия была мне незнакома. Но теперь я понимаю, каково это быть никому неизвестной, но проснуться знаменитой. Потому как именно на этой неделе сеть увидела шедевральное мнение Долгаревой, заключается которое буквально в следующем. Деноцификация, одна из целей спецоперации, она вообще возможна? Как ее осуществить? Есть какой-то способ изменить сознание у этих людей? Деноцификация возможна чисто физически. Нужно просто уничтожить тех, кто с нами воюет и вырастить их детей в русском духе. А, так вот оно что. Ну и где же ты, Аня, тогда была раньше? Раньше это не в смысле сначала спецоперации, а в смысле, когда нужно было воспитывать собственных российских детей. И если этот самый русский дух не почувствовали маленькие граждане нашей страны, то как Аня собирается воспитать детей другого государства, вообще остается загадкой. Но еще больше вопроса у меня вызвало происхождение Долгаревой. Оказывается, она родом из Харькова, но с детства чувствовала свою принадлежность России. То есть получается, что обе страны для нее не чужие, но свой выбор она сделала, когда предложила уничтожить земляков и перевоспитать их детей. В этом месте должны были начаться бурные овации и закрыться занавес, потому как другого мышления этих патриотов у меня для вас не будет. Да и, собственно, теперь понятно, почему в Иркутской области появилась урна с портретом украинского лидера на крышке, причем прямо напротив приемной единой России. Понятно, что типа шутка, понятно, что похоже на провокацию, но лично мне почему-то и не смешно, и даже немного грустно. Ведь это такие же россияне, как и я, но почему мы такие разные? И где та грань, когда будущее еще не наступило, а у прошлого все еще не истек срок годности? Но, как выяснилось, этот кринж ничто по сравнению с заявлениями Александра Лукашенко. На этой неделе президент Белоруссии провел очную встречу с зарубежными журналистами, где ответил на главные волнующие многих вопросы. В частности, подтвердил свое желание участия в спецоперации, но только в случае украинской агрессии. Самое же интересное случилось позже, когда белорусский лидер предложил свою страну в качестве площадки для мирных переговоров трех президентов. Вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине, и даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Что? Что он сейчас сказал? Два агрессора и один миролюбивый президент? А можно в этом случае каждому участнику наклеить на лоб стикер с указанием его позиции? А то я даже как-то теряюсь в навешивании ярлыков. Вдруг ошибусь. Конечно, я допускаю, что все сказанное это не оговорочка по Фрейду, а чистой воды ирония. Ну, типа шутка. Но мы-то с вами знаем, что в каждой шутке есть только доля шутки. Остальное. Впрочем, когда еще Лукашенко сможет предоставиться вот такая вот возможность втроем с американским президентом посидеть под вспышками фотокамер, поболтать о том о сём и всем своим телом присоединиться к статусу миротворца? А для чего? Ну, чтобы в этом громко крикнуть, это противостояние остановил я вот этими вот руками, сидя вот в этом самом кресле. И если бы это случилось, впрочем, это была бы уже совсем другая история. А пока в наших школах возвращают урок НВП и в Магнитогорском бассейне плавают в камуфляже и с оружием, в Багдаде все по-прежнему неспокойно и прекрасно осознают, где остановилось развитие. Но только не понимают, почему. Ну, а на этом у меня все, друзья. Я благодарю вас за время, проведенное со мной. И напоминаю, что это был второй выпуск недельных событий. Первый у нас выходит по субботам и исключительно на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, тогда мы точно не потеряемся. Ну, а мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.